Значительный взнос в региональные и местные бюджеты вносят жители Тверской области. В этой связи в региональном управлении Федеральной налоговой службы прошла пресс-конференция, на которой руководство ведомства напомнило, что 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. Причем сделать это можно целым рядом способов. Считанные дни остались до завершения срока уплаты имущественного налога. В Тверской области УФНС сформировала и отправила более 700 тысяч соответствующих уведомлений. 30% из них граждане получили через сервис личный кабинет. Остальные традиционно по почте. Это владельцы недвижимости, транспортных средств, соответственно, в отношении земельного налога, налога на имущество физических лиц и транспортного налога. Кроме того, с недавнего времени у нас в сводные налоговые уведомления включаются также налог на доходы физических лиц или НДФЛ, коротко если, в отношении тех сумм, которые не были удержаны налоговыми агентами. Планируется, что в этом году жителям Тверской области необходимо уплатить в бюджет почти 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Из этой суммы более половины приходится на транспортный налог. При этом УФНС отмечает, что перечислить деньги можно самыми разными способами. Удобнее всего, конечно же, оплатить через сервис личный кабинет налогоплательщика. Если же нет личного кабинета, для налогоплательщика существует ряд сервисов. Прежде всего, на нашей основной страничке. Также произвести оплату налога можно в любом отделении банка, в любом отделении почты. Традиционно не обошлось без изменений. В частности, на ветеранов боевых действий распространен беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам. Кроме того, применен новый перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Если просто налоговая ставка на обыкновенный автомобиль, например, 10 рублей, то с повышающей коэффициентом, соответственно, она будет уже 20 рублей. Поэтому налог повышен. И в связи с тем, что перечень увеличен в этом году, у нас уже исчислен налог по дорогостоящим автомобилям на 1126 транспортных средств. Ну и, конечно, у ФНС напоминают о пене. Их будут начислять всем, кто до 1 декабря включительно не заплатит имущественный налог. Субтитры создавал DimaTorzok